Привет, друзья! С вами Сфинкс. Информацию обо мне вы найдете в описании канала. И сегодня ваша любимая тема – как менять реальность и можно ли ее в принципе поменять. В этом ролике не будет сказок о том, как намечтать себе все то, что захочешь. Сегодня я расскажу вам правду о том, от чего зависит ваша жизнь, без каких-либо фантазий и выдумок. Если вы все еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить следующие инсайды. Итак, на самом деле все очень-очень просто. Каркасом вашей реальности является ваша энергетика. Вы наверняка замечали, что все люди, с которыми вы пересекаетесь так или иначе, излучают разную энергетику. С одними вам хочется приключений, с другими вам хочется поразмышлять, с третьими хочется сделать какой-нибудь бизнес, с четвертыми завести детей, а с некоторыми вам вообще ничего не хочется. Это, в общем-то, и есть энергетика. И у каждого человека она своя. Например, вы попадаете в поле человека, которому все дается легко. И вы чувствуете эту энергетику легкости, потому что человек ее излучает. Понимаете? Вот. И каждый из вас точно так же излучает свою энергетику, которая влияет на то, как вас воспринимают другие люди. То есть повышение по службе, например, получает не самый трудолюбивый сотрудник, а тот, который излучает соответствующую энергетику. И эта энергетика бессознательно считывается начальством, и человека повышают. Откуда же берется эта энергетика? И можно ли на нее как-то влиять? Отчасти да, отчасти нет. Основа энергетики формируется программами вашей конфигурации. Например, стоят два человека. Один говорит, его слушают, а другой говорит, и его не слушают. Хотя он старается куда сильнее привлечь к себе внимание. Почему так происходит? Потому что у того человека, которого слушают, скорее всего, определен центр самовыражения. Или его еще называют горло. А что это значит? Это значит, что человек создан для того, чтобы выражать себя. И это его энергетический фрактал. Понимаете? Когда такой человек начинает выражать себя, система глобальная его тут же распознает и подключает куда надо. А другого человека, у которого центр самовыражения не определен, система никуда не подключает. Поэтому, если у вас неопределенный центр самовыражения, вы, конечно, можете прокачать свои навыки выражения себя. Но, во-первых, вам придется делать это постоянно. Потому что этот навык у вас неопределен. И если вы перестанете им пользоваться, то вернетесь в исходное состояние. А во-вторых, в вашем выражении не будет соответствующей энергии выражения. В отличие от определенных центров, в которых эта энергия будет. А ведь именно благодаря этой энергии определенный центр и слушают, даже если он несет полную чушь. Сколько у нас сейчас комиков-стендаперов, которые говорят полную чушь, а их при этом слушают. Вы думаете, это их собственная заслуга? Нет. У большинства из этих людей определен центр самовыражения. И это не они говорят. Это говорят их программы. И самое главное, им не нужно ничего прокачивать. Им это дано от природы. А другим это не дано. Вам это не дано. Значит, это не ваш фрактал. И чем скорее вы это поймете, тем быстрее найдете себя. На ютубе куча роликов с заголовками вроде «5 качеств миллиардеров» или «5 качеств, влияющих на успех». Но что толку от того, что вы узнаете об этих топ-5 качествах, если у вас их все равно нет? Потому что если бы у вас они были, то они бы давно проявились. И вы бы давно стали богатыми и знаменитыми. Успешный человек не ищет, какие качества нужно проявлять. Он их проявляет, потому что они у него есть. Талант нельзя купить. Ему нельзя научиться. Талант дается от рождения. Он или есть, или его нет. Если вы думаете, что вы сейчас закончите еще парочку курсов и станете как Илон Маск, то открою вам истину. Ваш ум вас обманывает. Потому что Илону Маску не нужно было заканчивать курсы, чтобы стать Илоном Маском. У него изначально были качества Илона Маска. Они были заложены от рождения. И он просто был собой. Надеюсь, это понятно. А быть собой – это ключевое. Потому что пока вы пытаетесь кому-то подражать, вы собой не являетесь. А если вы не являетесь собой, то вы никогда не придете к успеху и счастью. Тут все элементарно. Если вы попробуете стать Илоном Маском, то вы эту роль просто не потянете. Потому что у вас просто нет его качеств. Вашему уму только кажется, что вы сможете. Потому что если бы вы реально могли, то вы бы уже давно бы этим стали. Я понимаю, что все это звучит не очень справедливо, потому что кому-то от рождения дано нужное качество, а кому-то не дано. Но, к сожалению или к счастью, так устроена жизнь. Это необходимо для человеческого многообразия. Вы, конечно, можете продолжать обманывать себя, тешить себя надеждой, что все совсем не так. Можете злиться, искать виноватых. Но винить-то некого. Потому что ваша душа сама выбрала этот путь. И вы обязательно поймете это, когда пройдете весь путь от начала до конца. А сейчас вам необходимо понять следующее, что и у вас тоже есть уникальные качества, которые вы просто не замечаете, потому что смотрите на качества других людей и пытаетесь им подражать. Но лучшее, что вы можете сделать для себя прямо сейчас, это узнать, какие качества заложены именно в вас и начать ими пользоваться. Быстрее всего узнать свои качества можно с помощью расшифровки своего бодиграфа. А расшифровать бодиграф проще всего с помощью книги ответов. Ссылочка будет в описании. Но не только ваши качества влияют на вашу жизнь. То есть, кроме конфигурации программ, жизнь каждого человека определяется инкарнационными контрактами. То есть, проще говоря, ваши программы – это набор неких инструментов, которые у вас есть. И какие инструменты будут для вас наиболее важными в вашей жизни, определяются контрактами. Какие-то программы будут для вас незаменимыми в жизни, а какими-то вы вообще не будете пользоваться. Они не будут влиять на вашу жизнь. Например, один из таких контрактов – это матрица предназначения. Матрица позволяет узнать, какие именно программы определяют вас в полях энергообмена, что позволяет определить, для чего вы предназначены. Ведь каждый человек – это клетка мироздания. Поэтому, чтобы гармонично интегрироваться в мир, человеку необходимо быть на своем месте, выполнять свою функцию в едином организме мироздания. Принцип здесь такой же, как в наших телах. То есть, клетка печени должна быть в печени, а клетка мозга – в мозгу. Если поменять местами эти клетки, то они не смогут нормально выполнять свои функции. И с нами, людьми, такая же история. Ваш ум, конечно же, может сказать, что это полная ерунда, что вы сами решаете свою судьбу, сами решаете, кем быть. Но мир устроен чуточку сложнее, чем себе представляет ваш ум. Например, если у человека не определен тот же самый центр самовыражения, но в матрице прописана программа публичного выражения себя, то человек будет себя публично выражать, потому что это прописано в его контракте, в его матрице. И наоборот, если у человека определен центр самовыражения, но в матрице не прописано, что он будет публично выражать себя, то человек, соответственно, не будет себя публично выражать. Хотя его конфигурация позволяет ему говорить четко и убедительно. Но на публику он не пойдет, потому что этого нет в его контракте, в его матрице. И он будет использовать свою четкую и убедительную речь в другой сфере, которая прописана в его контракте. Так что, друзья, речь не о том, чтобы прокачать себя и стать такими, например, как Гарри Харламов или Муслим Магомаев. Потому что, глядя правде в глаза, вы никогда такими не станете. Потому что у вас нет такой конфигурации таких программ и таких контрактов, как у них. Ведь за каждым человеком стоят его программы, его контракты. У каждого человека они свои. У них свои, у вас свои. И вы хоть обмедитируйтесь, хоть обвизуализируйтесь, обпрокачивайтесь. Для каждого предусмотрен свой диапазон, свой фрактал. И чем быстрее вы это поймете, тем быстрее найдете себя и свой путь. Но, если вы настроены жить во лжи и обманывать себя, думая, что в любой, любой навык можно наработать, как мышцу, и стать кем хочешь, то я не стану вас отговаривать. Как я уже не раз говорил, у каждого человека свой путь. Кому-то, чтобы что-то понять, необходимо собрать все грабли. Так что, вперед, желаю удачи в сборе граблей. Это очень интересное и увлекательное занятие. А кто уже устал ходить по граблям, насобирался граблей и хочет узнать свои программы, для таких разумных людей есть книга ответов и матрица предназначения. Так что, друзья, выбор за вами. А теперь немного о том, как мы все-таки можем влиять на свою жизнь, на свою реальность. Кроме программ и контрактов, у каждого из нас есть наше внутреннее состояние. и готовность или неготовность идти в определенном направлении. Это состояние является нашей волей и нашим выбором. То есть, для влияния на жизнь нам необходимо работать со своими состояниями и со своими ментальными установками. Если внутренне вы сосредоточены на проблемах и излучаете уныние, то с вами никто не захочет иметь дело. Может быть, только из жалости. Если вы чего-то хотите, но внутренне чувствуете себя недостойными этого, чувствуете себя жертвой жизненных обстоятельств, то так и будет. Вы будете проживать предусмотренный для вас диапазон событий в соответствии с вашим внутренним состоянием. Потому что, я уже не раз говорил, наше состояние – это топливо нашей реальности. События собираются на основе наших программ, контрактов и нашего внутреннего состояния. И главное, в отличие от программы контрактов, которые мы не можем изменить, с состояниями можно и нужно работать. Их можно перенастраивать. И здесь огромное поле для вашего развития. Вы же любите прокачивать себя. Вот, пожалуйста, прокачивайте ваше состояние. Но с этим нужно работать. И главное, не лгите себе. Я еще раз повторяю, если бы у вас были нужные качества, чтобы стать богатым и знаменитым человеком, то эти качества давно бы проявились. И мир вас бы давно заметил. Но, глядя правде в глаза, вы поймете, что у вас проявляются совершенно другие качества. Это ваши качества, которым просто нужно найти правильное применение. Секрет в том, чтобы понять, что вы можете, а не то, что вы хотите умом. На этом все. С вас благодарность в виде лайка. Подписывайтесь на канал, на телеграм, чтобы не пропустить новые инсайды. Все нужные ссылки вы найдете в описании под видео. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok